Друзья, всем доброго солнечного утра! У нас второй день нашей замечательной конференции ТЛДКОН 24-го года. Здорово, что добрались сюда немало лиц. Это хорошо, это радует. Я тогда приглашаю занять свои места на сцене участников следующей секции кибербезопасности. ДНС Абьюс и проведет ее в качестве ведущего наш прекрасный Михаил Анисимов, представитель Айкен, добрый многолетний друг и бывший сотрудник Координационного центра Доменов. Спасибо большое, Жара. Я прошу моих спикеров на сцену подняться, занять свои места. Я присоединяюсь, кстати, к поздравлениям Ири, потому что это всегда был такой хороший примет ТЛДКОН. Она всегда начиналась обычно с Ириного дня рождения, но сегодня она и заканчивается. Так, раз, два, три. Да, и Сергей на сцену, пожалуйста, тоже. Да, здравствуйте еще раз. Меня зовут Михаил. Я представляю корпорацию Айкен в нашем регионе, в Восточной Европе и Центральной Азии. И мы начинаем большой блок по безопасности, который займет сегодня весь день. Он состоит из двух частей. Первая часть, которую проведу я, она будет такой чуть более теоретической, посвящена тенденциям, трендам в определениях тех доменов, которые используются в абьюз-целях. И вторая часть, которую проведет Ольга Баскакова из Координационного Центра, будет посвящена уже более практическим аспектам работы и называется прикладной кибербез. Несмотря на то, что первая часть задумывалась как такая достаточно теоретическая, у нее на самом деле довольно много очень практических и земных аспектов. Например, когда приходят запросы от компаний по кибербезопасности или от тех, кто обнаружил зловредный домен регистратором, одна из главных требований, которые к ним выставляются, это предоставление достаточно ясных, полных и очевидных доказательств зловредной деятельности. И тут часто возникают коллизии, потому что с одной стороны регистраторов бывают вопросы, являются ли эти доказательства достаточными, можно ли их проверить. С другой стороны, большая нагрузка падает на наш собственный комплайенс, комплайенс Айкена, потому что нам приходится рассматривать эти споры и понимать, с одной стороны, насколько такое доказательство является полным и исчерпывающим, с другой стороны, будет ли регистратор достаточно защищен перед своим клиентом, если он принимает решение о том, что он блокирует домен, снимает его с делегирования или не снимает. И когда мы говорим о доказательствах, здесь всегда возникают вопросы о том, на какие индикаторы мы обращаем внимание, какая их совокупность является достаточной для подтверждения его деятельности. Вот именно об этих аспектах мы сегодня попробуем поговорить. И первым я приглашаю выступить нашего удаленного участника. Это Шон Ллойд, сотрудник офиса технического директора ICANN, который занимается как раз вопросами работы с исследовательскими проектами ICANN в области безопасности. Шон, слышишь ли ты нас? Да, я вас слышу, а вы меня слышите? Да, слышим и видим тебя прекрасно. Пожалуйста, начинай. Отлично, большое спасибо. Большое спасибо за то, что предоставили мне сегодня слово. Я, кстати, раз слышал, что у вас солнечная погода, потому что в Великобритании сейчас уже осень прямо конкретная наступила. Ну, собственно, меня правильно представили. Меня зовут Шон Ллойд. Я работаю в офисе технического директора ICANN, и я отвечаю за безопасность, стабильность и отказоустойчивость. Я возглавляю команду, которая занимается этими вопросами. И сегодня я бы хотел вам рассказать о том, как мы используем данные для того, чтобы оценить и проанализировать злоупотребление доменами. И большая часть данных, которые мы используем, это данные, поступающие от этих лиц, то есть это из внешних источников поступающая информация. Итак, когда речь заходит о внешних данных, надо понимать, что есть разные варианты, особенно когда приходится оценивать репутацию того или иного ресурса или домена. Я так думаю, что вы все знакомы с такими вещами, как блок-листы ресурсов с плохой репутацией. Это перечни доменов, имена которых подвергаются злоупотреблению. Кроме того, можно использовать интерфейсы программирования приложений. И если вы сделаете запрос по конкретному домену, вы можете тут же получить ответ. Ну и есть и другие источники данных, например, пассивные доменные имена, сертификаты о прозрачности и так далее. Вот эти все источники данных можно использовать в совокупности для того, чтобы выстроить у себя в голове цельную картину того, что из себя представляет домен. Кроме того, мы по-разному можем использовать получаемые данные. Иногда мы получаем большую выборку статистики и трендов. Иногда нам необходимо проанализировать конкретный домен по конкретному аспекту, и тогда используется более узкий срез данных. Иногда мы используем статистику, чтобы посмотреть, что было в прошлые периоды времени. Или, может быть, нас интересует текущий статус, поэтому мы собираем текущие данные по домену. То есть по-разному можно использовать поступаемые данные. Возникают проблемы из-за того, что есть разные требования, разные вопросы, разные режимы ошибки. Вот ошибка тут у меня в кавычке взята, потому что по-разному можно интерпретировать этот термин. И плюс еще последствия, стоимость этих ошибок может быть разная. Конкретный пример – это проект, который мы в начале пандемии коронавируса начали разрабатывать. Мы смотрели, как может проводиться злоупотребление DNS в связи с пандемией. То есть смотрели на регистрацию новых доменов и проводили фильтрацию по ключевым словам тех данных, которые получали из разных источников. Это как раз и интерфейсы программирования приложений, и блок листы, и так далее, и так далее. И мы пытались отдельные блоки данных использовать для того, чтобы проанализировать возможное злоупотребление DNS. При этом мы не собирали данные самостоятельно, только получали из внешних источников. Единственное, что мы получали самостоятельно, это, может быть, какие-то записи по фишинговым ссылкам и так далее. Ну, например, такой подход используется для того, чтобы проанализировать страницу при заходе в личный кабинет банка. Проблема, которая возникает с использованием данных третьих лиц, заключается в том, что, во-первых, вы не контролируете процесс сбора данных, не можете навязывать методологию, и очень трудно оценить географический охват рассылки спама. То есть трудно со всеми этими аспектами работать. И, кроме того, то, как вы будете использовать собранные третьими лицами данные, возможно, отличаются от того, что они изначально имели в виду. То есть они предполагали, что данные будут использоваться таким-то образом, а вы их используете совсем по-другому. Ну и, соответственно, возникают из-за этого ошибки и неувязки, и их надо самостоятельно исправлять, потому что, как я уже сказал, может быть, изначально те, кто собирали данные, не предполагали такого использования. Соответственно, мы собираем данные о репутации домена от третьих лиц. Ну и, естественно, вы не обязаны принимать все на веру, потому что у вас, может быть, есть собственные источники данных, может быть, вы можете использовать контекстуальные какие-то данные. Ну и для начала, если мы видим перечень доменов, то первое, что должны проанализировать, это тип злоупотребления. Если у вас только фишинговые домены в перечне, то вы там ничего не увидите, связанное с вредоносным ПО или с какими-то другими типами злоупотребления. Поэтому очень важно, чтобы у вас в данных были все типы злоупотреблений. Еще полезные данные, какие могут быть... Почему у вас запись получилась? Потому что уже произошло злоупотребление или это прогноз о том, что вот такой-то домен может использоваться в мошеннических целях? То есть происхождение записи. Еще один полезный момент – это перехлест данных, поступающих от разных источников. Почему мы считаем, что это важный инструмент? Потому что некоторые третьи лица используют открытые источники данных, которые мы, может, самостоятельно используем. И это прекрасно, потому что тогда идет перехлест, и есть у нас специальный процесс проверки, который позволяет нам не дублировать информацию. Но, как я уже сказал, почему это важно? Если мы видим запись в двух разных запросах, то мы будем относиться к этим записям как к отдельным, но на самом деле потом, как может оказаться, они являются повторяющимися. Еще что надо учитывать при работе с блок-листами – это то, что они постоянно и динамично меняются. Вот есть у вас блок-лист ресурсов с плохой репутацией или заблокированных доменов. Вы их просматриваете каждый день. Кстати, тут размер не так важен. Надо ориентироваться на то, появляются какие-то добавления или исключения из этого перечня в течение определенного периода времени. И вот что касается того, как работает наша команда, своевременное исключение доменов из блок-листов – это настолько же важная часть нашей работы, как и добавление других, прочих доменов в эти блок-листы. Потому что зачем оставлять в блок-листе домен, который раньше подвергался злоупотреблением, сейчас уже не подвергается, зачем получать лишние отчеты? Так вот, совпадает ли категория с тем, что мы наблюдаем в реальной жизни? Действительно ли это спам, а может быть это все-таки фишинг? Здесь тоже надо с этим поосторожней. Ну и в заключении хочу отметить, что очень часто мы полагаемся на данные, которые поступают к нам от внешних источников, от этих лиц. И если вы работаете с такими данными, необходимо ориентироваться на свои конкретные потребности, на последствия ошибок, то есть, например, ложноположительные срабатывания, ложноотрицательные. Что вы можете делать со своей стороны для того, чтобы повысить качество получаемых данных? И если вы работаете с несколькими источниками данных, надо понимать, как они взаимодополняют друг друга, как они устраняют пробелы друг друга и будет ли перехлест в таких данных. И, скорее всего, один источник данных вам не даст необходимого охвата. Ну и, наконец, постоянно все перепроверяйте, потому что, в том числе, и состав блок-листов ресурсов с плохой репутацией изменяется. Кроме того, изменения могут вносить и третьи лица. Большое спасибо за внимание. Я не знаю, когда будут вопросы, прямо сейчас после презентации или будет отдельная сессия вопросов-ответов. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Шон. Вопросы мы оставим на потом. Сначала у нас выступят все спикеры. В конце мы оставим место и время для комментариев, вопросов и всего остального. Спасибо за такой достаточно общий обзор подходов. Я хотел бы там отдельно подчеркнуть, что ICANN самостоятельно не занимается сбором и анализом таких данных. Мы полагаемся в этом вопросе на внешние источники. И ты упоминал сегодня уже, Шон, о внешних reputation block-lists, внешних источниках этих доменов. Я знаю, что в офисе технического директора была выпущена одна из работ, одна из бумаг, которая посвящена этому вопросу. Мог бы ты очень-очень кратко сказать несколько слов об этой бумаге, потому что там, насколько я знаю, сделаны критерии оценки таких внешних листов. Для кого это может быть полезно и какое применение эта методика оценки внешних листов находит? Кратко буквально для того, чтобы просто люди знали о существовании такой работы. Да, конечно, без проблем. Ну, в этом документе мы попытались охватить следующие вопросы. Это то, каким образом можно проводить оценку блок-листов ресурсов с плохой репутацией, какие являются полезными, которые не настолько полезными, учитывая уже накопленные базы данных. И то, каким образом разные блок-листы могут дополнять друг друга. Помните, я вам показывал в своей презентации перехлёст данных, поступающих от разных источников. Вот это часть нашей методологии. Мы анализируем разные аспекты. Это URL или просто доменное имя включено в блок-лист хосты и так далее. То есть всё это используется для того, чтобы понять, какие данные являются полезными, какие не такими полезными. Ну и самое главное — это понимать, какие ограничения есть в поступающих от внешних источников информации. Если вы собираете доказательства для регистратора, для того, чтобы он провёл свою дополнительную проверку по домену, либо предпринял определённые действия в отношении этого домена, то, понятное дело, что доказательства должны быть точными, исчерпывающими, своевременными, для того, чтобы регистратор смог предпринять необходимые действия, заблокировать домен. Что касается самого документа, то там более подробно расписывается всё. Там код на питоне написан. Ну и, собственно, там графики используются для визуализации того, что содержится в блок-листе ресурсов с плохой репутацией. Спасибо большое. Я прошу тебя остаться на связи до конца секции, потому что могут быть вопросы или ты услышишь какие-то комментарии. Сейчас мы движемся дальше. Логика сегодняшней секции построена так, что у нас среди спикеров, среди участников есть и организации, которые агрегируют домены, анализируют их по внешним источникам, так и эксперты, которые сами имеют достаточную экспертизу и возможности по оценке этих доменов и по разрешению выдачи, например, регистраторам или регистратурам каких-то разрешений на блокировку. И вторым я хотел бы пригласить выступить Антона Тростянко, это директор первого коммерческого сок в Беларуси при компании HosterBuy, которая является нашим хостом. И вот помимо основных вопросов, которые я просил спикеров осветить, именно о критериях оценки, о том, на что вы ориентируетесь, каковы ваши подходы к оценке таких доменов, я, наверное, задам еще один дополнительный, может быть, он просто встроится в презентацию. Это про некое соотношение собственной экспертизы, которая у вас есть, и внешних источников этой экспертизы, насколько вы в них полагаетесь, и каково место обоих этих источников. Да, коллеги, добрый день. Зовут меня Антон Тростянко. Я являюсь руководителем киберцентра, Центра кибербезопасности, компании HosterBuy. Рад вас приветствовать. Очень здорово, что пришли. Немного расскажу про компанию. Уверен, что все знают, кто такие HosterBuy. Мы крупнейший хостинг-провайдер в Республике Беларусь. У нас большое количество клиентов. У нас собственное облако, на собственной платформе построено. Маркетплейсы различные и так далее. И вот в том числе в январе месяце мы стали первым аттестованным коммерческим центром кибербезопасности. Подтвердили все требования регулятора и получили этот статус. У нас довольно большое количество клиентов. И сейчас мы не просто их хостим, но в том числе мы обеспечиваем защиту информации, которую наши клиенты в том числе обрабатывают. И да, как центром кибербезопасности в первую очередь мы хотели бы, ну я хотел бы поделиться с вами небольшой статистикой, которую мы ведем. Тут статистика, соответственно, по кварталам за этот год и сравнение за 2023 и 2024 года. Ничего нового не скажу. Количество киберинцидентов в принципе растет и будет продолжать расти. Но здесь, да, можете обратить внимание на цифры. Это то количество киберинцидентов, которые мы регистрируем. И это именно киберинциденты высокого уровня. То есть не просто какие-то сработки на средствах защиты и так далее, а именно те инциденты, которые приводят, к примеру, к отказу в обслуживании тех или иных информационных систем или ресурсов, к шифрованию данных. Ну то есть те, которые ведут к репутационным, материальным потерям и так далее. То есть именно высокого уровня. Туда обратите, они прям растут, внимание, они как раз таки растут от квартала к кварталу. Ну это опять же, тенденция уже наблюдается довольно долгое время. Связано это в том числе у нас с геополитической обстановкой. Сейчас довольно много группировок работает по нам, в том числе с территорией Украины. Плюс наши хакеры-активисты белорусские. Поэтому мы на страже. Тоже, что касается статистики, хотелось бы тоже поделиться последствиями кибератак. Здесь тоже обратите внимание, сейчас растет прям у нас, что касается кражи пользовательских данных. Ну это опять же, здесь ничего нового в принципе нет. Это больше такая информативная история. Вы можете зайти к нам на сайт, точно так же посмотреть, мы вешаем эту статистику. Единственное, что она только по нашим клиентам. Но учитывая, что их там порядка 140 тысяч, то она довольно релевантная, в том числе и по Беларуси. То есть вы можете примерно ориентироваться, что как у нас с инфобезом, в принципе, в республике Беларусь. И такая же история, собственно, с типами данных. Вот это я показываю все к тому, чтобы вы понимали, что нас тоже атакуют. То есть довольно большое количество киберинцидентов. И мы со всем этим работаем. У нас довольно большая команда в СОКе. И он не один вообще в республике Беларусь. У нас их несколько. Поэтому да, у нас, в общем, тоже есть нюансы с обеспечением информационной безопасности. И такая же статистика по типам ВПО. То есть тоже сейчас в последние месяцы мы фиксируем рост как раз-таки шифровальщиков. В основном сейчас работает по заводам, градообразующим предприятиям и так далее. Выводят их из строя. Где-то требуют выкуп, где-то не требуют. Ну, то есть, опять же, все чаще и чаще используют вредоносное программное обеспечение. Это я всегда рассказываю как бы с практикоориентированной точки зрения. Потому что я как раз-таки являюсь больше техническим, практикоориентированным специалистом в рамках Центра кибербезопасности. И если говорить, в принципе, про DNS-абьюз, то это тоже важная часть нашей работы. Он есть в Республике Беларусь. Он есть в хостере. Здесь представлены сейчас, в принципе, самые распространенные формы DNS-абьюза. Здесь тоже вряд ли что-то будет для вас новое. Ну, да, можете посмотреть. Может быть, кто-то сталкивается впервые и так далее. Это тоже статистика, выведенная, в принципе, на основании наших исследований. Мы тоже довольно долгое время, у нас уже есть страничка, есть форма. То есть вы можете обратиться, сообщить о нарушении. Мы ее проверим. И при необходимости, если это условно наш клиент, мы сами осуществим реагирование, необходимые действия по блокировке. Если же нет, то свяжемся либо с хостинг-провайдером в другой стране и так далее, либо напрямую с нашим национальным центром кибербезопасности. И, соответственно, они передадут эти данные другому хостинг-провайдеру. То есть у нас это отлаженная история. Она прям работает. Работает хорошо, на мой взгляд. Поэтому у нас DNS-абьюз. Да, есть. Хостер, на самом деле, да, те еще абьюзеры. Мы довольно много получаем писем, довольно много осуществляем проверок и довольно много блокировок. Что касается векторов атак, они тоже здесь представлены на слайде. Тоже, вряд ли, что это будет новое. Из интересного расскажу, что все больше и больше происходит так, через как раз-таки использование слитых доступов, логинов, паролей, либо в случае подбора и так далее. Точно так же используется социальная инженерия, ВПО. То есть на самом деле ничего нового. Нужно быть постоянно на чеку. Нужно соблюдать цифровую гигиену, обучать себя, свой персонал. Ну и, в принципе, ответственно подходить к вопросам собственной информационной безопасности. Тоже, что касается методов атак, тоже небольшая статистика. Вот здесь, сейчас я, к сожалению, буду на телефоне смотреть. Плохое зрение у меня не вижу. Да, здесь, ну опять же, по классике, да, как я уже говорил, большая часть атак как раз связана с комплиментацией учетных данных. Вот, это сейчас прям определенный бич у нас в стране. Действительно, довольно часто крадут данные, их потом перепродают. Они сейчас стоят довольно недорого. То есть злоумышленники этим пользуются. Вот, крадут данные и потом делают всякие нехорошие дела. И, к сожалению, так как вход осуществляется по легитимным данным, мы довольно поздно узнаем о том, что все-таки вход нелегитимен там и так далее. Вот. И у нас все меньше времени для того, чтобы среагировать и предпринять какие-то меры по локализации инцидента. Вот. По реагированию, ликвидации последствий и так далее. И, опять же, да, то есть если говорить про то, как мы работаем, то у нас здесь, в принципе, подход такой же стандартный, как, ну, общемировой. Мы выстраиваем детектирующую логику и работаем с индикаторами компрометации. То, про что рассказывал как раз-таки в том числе предыдущий спикер. Вот. Отвечая на вопрос, да, часть индикаторов компрометации мы в том числе покупаем у наших коллег и партнеров. Вот. Часть индикаторов компрометации мы точно так же формируем и ведем сами. За счет того, что у нас большая база клиентов, как я уже говорил, да, у нас две трети их байонета хостятся. Вот. Мы ведем собственную базу индикаторов компрометации. У нас собственная платформа. Вот. Куда мы все эти данные вносим. Ну, и потом, соответственно, используем для того, чтобы определить, проводится атака, на каком она этапе, уровне там и так далее. Вот. Все индикаторы мы, в принципе, делим на сетевые и хостовые. Если очень просто, то если мы обнаруживаем хостовые атаки, то, значит, хостовые индикаторы компрометации, то, значит, уже атака, скорее всего, производится в процессе, либо уже злоумышленник закрепился. Если сетевые, то мы можем свидетельствовать, ну, либо опять же, о какой-то атаке, либо о том, что проводится какая-то разведка, и, возможно, в ближайшее время что-то будет происходить. Вот. Эти же именно как раз-таки индикаторы в том числе нам предоставляются в рамках DNS-абьюза. То есть пользователи пишут нам о какой-то аномальной активности, сетевой, к примеру, или иной, предоставляют доказательства. Ну, как доказательства. Индикаторы компрометации. Почему они так решили? Мы их анализируем, проводим ретроспективный анализ и уже принимаем решение о блокировке или не блокировке. Вот здесь тоже, да, что касается карточки инцидента и откуда вообще берутся индикаторы компрометации. Как я уже сказал, да, мы их либо покупаем, либо в случае, когда проходит киберинцидент, ну, регистрируется, мы расследуем его и в ходе расследования как раз-таки задача группы реагирования выявить эти индикаторы компрометации. То есть как происходила атака и как в дальнейшем можно определить, что атака происходит. Либо с каких-то IP-адресов, либо с каких-то URL используются, либо с какого-то конкретного доменного имени, либо какие-то специализированные программные обеспечения и тому подобное. И в рамках каждого инцидента как раз-таки вот заполняется такая карточка инцидента и мы, в принципе, здесь видим все индикаторы компрометации. Вот мы их категорируем. У нас есть, как я уже сказал, специализированная платформа. Вот там все структурировано и уже впоследствии в автоматизированном режиме мы работаем, собственно, с этой платформой. В рамках вообще работы с индикаторами компрометации и вообще с киберразведкой есть три основных процесса. Это, в принципе, как раз-таки выявление, детектирование и, собственно, перспективный анализ. Что касается выявлений, это вот как мы работаем, представлено на слайде. По большому счету, да, мы из общего потока выявляем индикаторы компрометации, прогоняем их через фильтры для того, чтобы определить это там false positive, не false positive, то есть на каком уровне, какие веса, в принципе, есть ли они в базе или нет. И если есть, то обогащаем соответствующие событиями, этими индикаторами компрометации и, соответственно, понимаем, что сейчас действительно проходит атака, нам нужно блокировать ресурс, к примеру. Вот. То есть, ну, в принципе, все очень просто. За этими пяти облачками скрывается, конечно, большой процесс, много средств защиты и много персонала, людей, времени. Но в целом, да, работает вот все в таком ключе. Вот. Ну, это опять же все, что касается выявлений. Я не буду, наверное, более подробно останавливаться, чтобы уложиться в тайминг. Потом при желании мы можем либо куларно пообщаться, я расскажу более предметно, если это будет интересно с точки зрения технической. И, да, я думаю, точно так же можно будет скачать презентацию, в принципе. Вот. Я хотел бы остановиться на, в принципе, выявлении и ретроспективном, да, как раз таки вот анализе. То есть, опять же, мы, как и, в принципе, все, иногда мы совершаем ошибки. Вот. Иногда мы блокируем те ресурсы, которые на самом деле не зловредные. Вот. Для этого в том числе проводится ретроспективный анализ. Мы делаем работу над ошибками. Вот. Вот. Учимся настраивать веса тех или иных индикаторов компрометации. Вот. Работать с ними. Лучше настраивать детектирующую логику. Вот. Для того, чтобы совершать меньше таких ошибок. Опять же, что касается процесса, он, в принципе, здесь вот так блочно представлен. Вы тоже можете посмотреть, если вдруг интересно. Но здесь, опять же, классическая история. То есть, как только мы понимаем, что мы где-то совершили ошибку, мы стараемся понять, в чем дело, что и как. Вот. И уже, ну, перенастроить систему, соответственно, чтобы такого больше не было. И последнее, о чем хотелось бы тоже поговорить, что касается как раз-таки dance abuse и так далее. Про регистрацию, проверку доменных имен и так далее. Нам здесь очень здорово помогает регулятор, в Беларуси в том числе. У нас есть целая инструкция, как регистрировать домены, как понимать, что такое нарушение, что относится к нарушениям, как их выявлять, что делать в случае нарушений. То есть, у нас все здесь довольно четко. Вот. И регулятор тоже, надо отметить, должное у нас держит руку на пульсе. То есть, у нас вводится там двухфакторная идентификация. Сейчас, к примеру, ведется большая работа в отношении киберсквотинга. То есть, ребята тоже уже задумаются об этом, и в ближайшее время тоже будет определенная нормативка. Вот. Чтобы не угоняли домены, скажем так. Поэтому, да, здесь нам еще надо дать должное. Вот. Помогает регулятор. Тоже имейте в виду, что если вдруг кому-то интересно, у нас есть прям целая инструкция. Кулуарно тоже можем побеседовать. Я расскажу более предметно, как что работает. Вот. Как мы выявляем нарушителей, как с ними работаем, учим их и так далее. Все. Да, коллеги, спасибо большое за внимание. Вот. Если будут вопросы, да, то рад буду ответить. Спасибо большое. Как я говорил, вопросы мы оставим на потом. У меня коротенький очень вопрос, просто вдогонку. В схеме я видел один из пунктов, который тут называется обогащение данных. И я как раз хотел спросить, вот чем обогащаете и откуда обогащаете? Потому что, по идее, эта процедура как раз призвана повысить надежность вердикта, которую вы выносите. Да, вот если кратко сможешь об этом рассказать, было бы здорово. Прям 30 секунд. Да, конечно. Ну, есть условно бесплатные индикаторы компрометации, которые можно скачивать, да, и внедрять в свои системы, работать с ними. Есть платные, как я уже говорил, у нас есть партнеры, мы платим за это деньги. Абсолютно нормальная история. То есть есть специализированные организации, которые этим занимаются, они на этом специализируются. Это необходимо для того, чтобы, ну, у нас довольно большая база именно по Республике Беларусь. Она действительно рабочая, но нас атакуют, к несчастью, не только из Республики Беларусь. И в том числе довольно часто сейчас по нам стали работать из Европы и из штатов группировки. Это, понятно, связано с тем, что там сейчас ужесточают в том числе, скажем так, наказание, наверное, за вот эту вот всю деятельность. И они сейчас в том числе заходят к нам. И мы в том числе, да, сейчас закупаем, то есть что касается индикаторной компрометации у наших партнеров, в том числе зарубежных, для того, чтобы иметь возможность работать и против зарубежных партнеров. Понятно. Спасибо большое. Я думаю, потом можно будет еще об этом действительно в кулуарах поговорить, потому что эта тема мне больше всего интересна сейчас. Движемся дальше. Я предлагаю выступить Руслану. Руслан представитель компании Царком. Это частная компания по кибербезопасности в Казахстане. И Руслан директор по продукту системы WebTotem. Расскажите о ваших подходах, о том, как вы работаете с индикаторами, с выявлением и с анализом таких угроз. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Руслан Тургульдинов. Я представляю компанию Царка из Казахстана. Наша компания занимается разработкой собственных решений в сфере информбезопасности, а также предоставлением ряда услуг. Например, у нас также есть Security Operation Center, есть отдел R&D, в том числе hardware разработка, есть команда по разработке IT-продуктов, как на подобии WebTotem, услуги по криминалистике и так далее. Я являюсь руководителем проекта WebTotem. WebTotem. Если коротко, это сервис для мониторинга и защиты веб-сайтов. Для кого он у нас предназначен? Для владельцев и разработчиков веб-сайтов. Они могут создать личный кабинет, мониторить, защищать его. Для регистраторов доменов, хостингов, для корпораций и, собственно, регуляторов для мониторинга доменной зоны. То есть для владельцев мы защищаем от уязвимостей, их подсвечиваем, чтобы они исправляли, даем рекомендации. Для регулятора, собственно, пытаемся выявить вредоносные домены, чтобы обезопасить Казнет. Если коротко про наши ключевые модули, мы анализируем какие-то параметры домена, DNS, данные с ХУИС, даты регистрации, IP-адреса. Также смотрим там открытые порты, технологии, которые используются на веб-сайте, CVE-шки по этим технологиям для владельцев доступность, срок действия его SSL-сертификаты и так далее. Также есть у нас антивирус, опять же, для владельца веб-сайта, чтобы подсветить его ресурсы сервера, которые используют сайт, и веб-публикишен фаервол для защиты от вредоносных запросов. И, собственно, весь этот набор функционала в той или иной степени отражен в плагинах и расширениях для WordPress, Joomla, Drupal и Plesk. Как я говорил, мы мониторим казахстанскую доменную зону, .kz. На сегодняшний день у нас зарегистрировано около 190 тысяч доменных имен. Мы для нашего регулятора осуществляем мониторинг. В первую очередь, это проверяем на соответствие правил регистрации и использования доменных имен. Одни из основных пунктов этих правил это наличие SSL-сертификата, расположение сервера на территории Республики Казахстан, распространение вредоносного ПО и достоверные данные о регистраторе, регистранте, ну, собственно, домена. И в конечном итоге мы сканируем там сайты с уязвимостями и зловредные сайты для дальнейшего там их блокировки, разбирательства и так далее. Вот. В части там выявления индикаторов, да, вот как пример, мы, например, сканируем DNS. У нас есть ряд критериев с определенным уровнем, там, высокий, средний, низкий и информативный. Например, что касается высокого, там, по результатам недавнего сканирования у нас, например, около 400 доменов обнаружения уязвимости DNS, там, ребиндинг. 90 доменов, у которых есть уязвимые SPF записи, да. Средний, средний уровень здесь у нас в основном нацелен на анализ используемых средств защиты, например, ну, вот, использование DNS, WAV, детекшн, да, то есть смотрим, кто использует DNS, о, WAV, кто не использует. Смотрим количество подключенных, там, DNS, SEC, ну, и, собственно, низкий уровень, там, тоже они, эти проверки, они не несут какой-то критический урон в случае, там, отсутствия, там, ну, и, собственно, информативный тоже. Здесь больше такие, некие конфигурационные моменты настройки. Но мы их подсвечиваем, и в случае выявления каких-то критичных уязвимостей, либо распространения вредоноса, совместно с регулятором стараемся отработать, и либо блокируем, либо, там, принимаем меры и пушим, чтобы владелец домена, веб-сайта это устранял. Далее про индикаторы зловредности, то есть мы в основном стараемся рассмотреть не какой-то один индикатор, а как совокупность этих индикаторов, да, анализируем, там, SSL-сертификат, репутацию IP-адреса, был ли он, там, засвечен в каких-то общедоступных, например, базах, типа, ну, условно, Google Safe Browsing, да, либо в каких-то наших ранее зафиксированных. Даты регистрации домена, ну, часто бывает, что домен зарегистрируют и через какой-то короткий промежуток времени начинают его использовать для каких-то вредоносных действий. Домен зарегистрирован на иностранца, то есть это, на самом деле, вот, как я говорил, что один индикатор, если наличие одного индикатора, это ничего не говорит, но часто бывает, что, когда в данных хуиз фигурирует иностранное лицо и помимо этого индикатора еще другие какие-то подсвечиваются, то этот домен используется как распространение какого-то зловредного там, ПО, там и так далее. Вот, ну, про сканирование DNS рассказал, наличие редиректа, мы смотрим, куда редиректит сайт, смотрим вот это, ну, часто бывает, что, опять же, там куча-куча доменов, там пять, шесть, там он друг через друга перепрыгивает и мы анализируем вот финальный домен, куда он редиректит. и опять же, если финальный, конечно, домен, там, он является каким-то зловредным, то стараемся применять определенные меры. Отдельное вот внимание уделяем противодействию фишинговым сайтам. У нас, к сожалению, эта проблема актуальна, много фишинговых сайтов, ну, мы стараемся автоматизировать поиск, выявление фишинговых сайтов, опять же, обращаем внимание там на дату регистрации, наличие SSL-сертификата, его валидность, его срок действия, платный, бесплатный, то есть, насколько он там из доверенного источника получен, ранее там засвечен этот веб-сайт, каких-то фишинговых атак, определение редиректа и так далее. Вот Михаил задавал вопрос, как часто мы там используем какие-то сторонние ресурсы, да, мы вот, например, для борьбы с фишингом стараемся получать информацию из каких-то открытых источников, кому мы уже доверяем, да, и помимо этого также у нас там есть свой сок в компании, да, они делятся с нашим департаментом, да, информацией, где-то платные источники подключаем и, ну, собственно, анализируем веб-сайты. И при обнаружении там какого-то ряда индикаторов, которые я выше обозначил, проводим дополнительные проверки. Да, здесь нам тоже как бы очень важно сократить количество этих фолз-позитивов, мы не можем там наличие там два-три индикатора сразу отправлять на блокировку, нам нужно провести какой-то дополнительный анализ, здесь уже он там не только автоматизированный, но и в том числе и ручной, там, type of squatting, да, понятно, у нас есть там 190 тысяч доменов, мы эти вредоносные сайты сравниваем, насколько они там похожи уже на ранее зарегистрированные, какие символы там заменяются на похожие там и так далее, проверяем субдомены, потому что, ну, опять же, домен может быть, он безобидно выглядит, но где-то другого уровня домены, они уже несут себе какой-то вред там контент сайта, файлы, которые они распространяют, сканируем ссылки, которые есть на этом веб-сайте и, собственно, проверка вредоносных технологий, например, там скрипты, крипто-джекинга, какое-то время были там достаточно распространены, то есть, когда там посетитель веб-сайта заходит на веб-сайт, у него запускается скрипт и, собственно, владелец этого вредоносного веб-сайта использует ресурсы вашего компьютера для там майнинга, там криптовалюты, ну, собственно, пока вы не закроете этот веб-сайт, ну, и есть более там какие-то более страшные, да, так сказать, вредоносные скрипты. Вот. Ну, на этом у меня, собственно, все. Спасибо большое. Отличная презентация. Тоже короткий вопрос, да, и движемся дальше. Я так понимаю, что зону KZ вы сканируете всю, а с другими номерными зонами вы же тоже работаете, я так понимаю? Да. У нас, грубо говоря, веб-татентом разделяется на две части. Первая, это которая предназначена только для Казахстана, есть часть для мира, в котором там любой, ну, собственно, пользователь интернета может зарегистрироваться, приобрести там тариф определенный, да, для одного сайта там или нескольких, в зависимости от необходимости. Ну, и, собственно, точно так же получать наши услуги, отслеживать. У меня вопрос просто такой, просто дело в том, что разные доменные зоны, поскольку у них разные правила регистрации, у них очень часто бывают разные понимания того, что является нарушением, что нет. Ну, например, вот для доменной зоны KZ это достаточно уникальное условие, которое редко встречается в каких-то еще зонах, а это обязательное наличие SSA сертификата и его отсутствие даже является основанием со снятия домена с делегированием. Это достаточно уникальное явление, то есть довольно не так много доменных зон, в которых есть вот такие условия. И я хотел спросить о том, как вы, скажем так, балансируете между этими требованиями, потому что, например, анализ доменов на SSA сертификата, что является часто критерием нарушения, не применим к другим зонам. Вот как вы эту историю балансируете? Вы как-то индивидуально настраиваете в зависимости от каждой доменной зоны или есть какой-то более универсальный подход? Как вы вот с этим работаете? У нас подход такой. Для казахстанской доменной зоны у нас есть сайт webtotem.kz, где граждане Казахстана могут зарегистрировать бесплатно свой веб-сайт, свой домен и мониторить его. И как раз таки там у нас заточено под нашу доменную зону. А есть сервис в totem.com он практически на 90% одинаковый, но вот эти вот моменты как на webtotem.kz мы подсвечиваем, что у вас нарушение, у вас инцидент, у министерства есть там своя админка, где у них в разделе инциденты это отображается. Как раз таки на мировой версии вот этого функционала ну то есть мы показываем где расположен, где хостится, но не показываем что это нарушение или риски какие-то. Ну и точно так же про SSL и другие особенности. Да, понял. Спасибо большое. Движемся дальше. Мы часто говорим о угрозах, которые связаны непосредственно с доменами, но домены при этом часто могут быть частью или использованы как часть каких-то более крупных кибер-угроз, быть составной частью более сложного типа атак. И я как раз хотел пригласить перейти к следующему спикеру Сергея Голованов. Это ведущий эксперт лаборатории Касперского, поскольку Касперский занимается недалеко не только доменами, а их продукты анализируют и помогают уявлять самый широкий спектр угроз. Очень интересно о том, как опыт Касперского работы с вот таким большим фронтом вот этих всех вещей сказывается на ваших критериях и в вашем подходе работы с доменами и теми индикаторами, которые позволяют их выявлять. Пожалуйста. Так, всем добрый день. Меня зовут Голованов Сергей. Я являюсь главным экспертом, не ведущий. Ведущий я был, знаешь, где-то 8 назад, наверное, уже главный. Прошу прощения. Соответственно, да, у нас есть огромное количество продуктов, сервисов, которые обеспечат информационную безопасность как внутри компании, так и мы предоставляем эти сервисы и продукты нашим клиентам во всем мире. Есть у нас такая штука, называется Каспер Секьюрити Нетворк. Это когда, если вы помните, антивирус издавал такой звук, такой, помните? Вот, когда вот этот звук сейчас производят, показывается красное окошко, к нам прилетает нотификация в наше облако о том, что у такого-то пользователя в такой-то стране сработал, например, антивирус на таком-то сайте. Соответственно, все это собирается, анализируется, и можно посмотреть статистику за год, где, когда, сколько, например, URL было заблокировано, сколько вредоносных файлов просто по контрольным суммам было заблокировано. Ну и, собственно говоря, если говорить про просто большие числа, то у нас получается где-то коллекция вредоносных программ где-то 5 петабайт, ну и срабатывание, если мы говорим где-то на 400 миллиардов, на 500 миллионов пользователей, где-то как раз будет 400, первая цифра, 437 миллионов срабатываний за год. Если говорить про какие-то конкретные домены зоны, то, соответственно, .ru у нас бомбануло в 23-м году количество доменов, сайтов, URL-ов, которые располагались в доменозоне .ru и при этом были вредоносными, по нашему мнению, оно поскочило в 5 раз. По умолчанию мы делим все угрозы веб на два больших типа. Первый – это вредоносные программы и самый главный тип вредоносов, скажем так, это уже упоминавшиеся здесь уже майнеры и фишинг. То есть это та самая большая проблема, которая анализируется, например, нашим веб-антивирусом и, собственно говоря, сработка, которую мы видим. Если посмотреть на правую часть экрана, там срабатывают вердикты, и там на первом месте стоит malicious URL, это как раз сработки нашего блоклиста у наших пользователей. То есть половина всех сработок это еще не контент, то есть это только наши пользователи пытаются, собственно говоря, установить соединение с сайтом, вот они делают DNS запрос и в этот момент антивирус все блокирует. Соответственно, таких сработок половина. Если домен не находится у нас в блоклисте, мы ничего про него не знаем, пользователь на него спокойно заходит и дальше у него, собственно говоря, начинают загружаться скрипты, джава скрипты, какой-то контент и в мантивирус как раз это все анализирует. Ну и получается, что на первом месте у нас скрипт-женерики это что такое? Это скрипты, которые закрыты обфускации, которые закрыты специальными методами для обхода как раз антивируса и самое главное, что он делает в основном, как мы это все детектируем с помощью эмулятора. То есть у нас есть дом-структура джава скрипта, мы ее можем проэмулировать и, собственно говоря, найти тот самый контент. То есть, например, то же самое картинка, которая спрятана в base64 специально, чтобы никто не догадался. Ну и дальше уже какие-то функции, параметры для работы с этим скриптом. Если мы говорим про территорию, где эти угрозы больше всего чаще всего встречаются, то, например, Республика Беларусь находится по статистике за 23-й год на третьем месте, то есть 22% всех наших пользователей столкнулись с подобными угрозами. Если мы говорим про Россию, то это где-то 18%. Это статистика за 23-й год, есть статистика за первую половину 24-го года. Все примерно то же самое, единственное, что в Республике Беларусь сейчас находится на четвертом месте по количеству срабатываний вот таких вот скриптов и угроз в онлайне. Это что касается вредоносного ПО. Второе – это фишинг. Собственно говоря, в общем, сейчас базы антифишинга делятся на две части. Это оффлайновые, это то, что пользователи наши просто скачивают как обычные обновления баз. И вторая часть, она находится в облаке. То есть большее количество нашего блэк-листа, оно находится в облаке. И вот на момент понедельника, сегодня пятница, вот в понедельник, количество таких записей было 38 миллионов. Ну и, соответственно, например, Шон в первой презентации показывал, как добавляются записи, удаляются записи. Ну и, собственно говоря, активных на понедельник было 38, удаленных было 69 миллионов записей. Если говорить про доменные зоны, то на момент понедельника в точку.ру у нас находилось 1761 домен в блэк-листе. Если говорим про домен .by, то там было 11. Можно сказать, даже вопиющее, просто огромное число фишинговых доменов .by. Но учитывая, что все очень быстро реагирует на абьюзы, мне кажется, ну вот примерно сейчас, может быть, и 7 будет их. А если мы там, потом я покажу название этих доменов, может быть, 0 будет их. Ну и, собственно говоря, доказательства. Что является доказательствами? Если мы говорим про, например, обращение к регистраторам, для нас будет, для фишинговых доменов однозначно будет доказательство. Это скриншот, где написано дата-время, где написан домен, и где нарисована картинка в виде пароль. И, соответственно, логотип какой-то организации. То есть для нас является достаточным основанием для того, чтобы совершенно спокойно уже идти в регистратуру и говорить, ребята, у вас здесь фишинг. Если говорить про вредоносные программы, делается немножко сложнее, потому что создание, распространение вредоносных программ, это такая себе история. Соответственно, счета передается, например, HTTP-трасса, то есть просто курл, параметр для курла, который видно, что скачивается какой-то файл. Дальше подсчет контрольной суммы этого файла скачано. И дальше, например, ссылка на VirusTotal, где видно все срабатки антивируса, что, соответственно, такой-то сайт в такое-то время по таким-то запросам отдал такой-то файл, он детектируется антивирусами. То есть это для нас и обычно для регистратуры, опять же, никаких вопросов не возникает. Что касается будущего определения, то есть тут говорили про фиды, которые собираются с вендоров, тут говорили про жалобы пользователей, и тут, опять же, как детектировать. И есть но-хау про то, как собираются. Это есть, например, патент. Он в прошлом году наконец-то ушел в лабораторию Касперского. И как, собственно говоря, определять вредоносность и невредоносность. Вчера уже говорили про ML, про нейронки. Кто-то сказал искусственный интеллект. Значит, сейчас расскажу, как это делается сейчас у нас. Есть некий сайт. Значит, есть домен, есть некий сайт, он отдает какой-то контент. Этот контент, неважно, картинка, текст, он должен как-то отобразиться у пользователя. Отображение этого контента будет с помощью неких функций и параметров. Получается, что у нас компьютер, когда заходит, что-то обрабатывает. Что мы можем сделать в этот момент? Мы можем взять вот этот скрипт, где будут функции и параметры и сделать некий обсчет, математический анализ, что там функция, не знаю, присвоение какого-то значения в переменной будет с кодом один. Функция, например, сохранения файла и имя файла это два. И у нас получаются некие такие числа. Дальше что мы делаем? Дальше мы берем некую функцию, неизвестную нам, которую сгенерировала нейронка сама по себе. Как она работает, никто не представляет. Но вот эти числа исходные 1, 2, 3, 4, 5 мы обсчитываем с помощью неких хэш-функций. И вот эта хэш-функция, которую нам дала нейронка, как раз и будет являться критерием определения вредоносности контента или нет. То есть еще раз. Пользователь зашел на сайт, пользователь получил какой-то скрипт, этот скрипт обсчитался, от него посчитали хэш-сумму каким-то образом неизвестным нам и результат этой хэш-функции будет сравниваться с тем, что находится у нас в базе. Если он нашелся, то детектирование. Если не нашелся, то добро пожаловать, идите дальше, гуляйте, смотрите, что у вас есть в интернете. Соответственно, если мы говорим про то, что там ИИ захватывает мир, то мы предпочитаем в лаборатории Касперского этот ИИ запатентовать и использовать для защиты наших пользователей. Спасибо. Спасибо большое. Я хотел уточнить вот что. Вы же, помимо всего прочего, то есть, помимо собственной экспертизы, вы являетесь в том числе источниками тем самым reputation block list для других внешних организаций, насколько я знаю. Поскольку мы много говорим именно о критериях, о сравнении подходов, сравниваете ли вы свои листы, например, с какими-то другими для того, чтобы примерно понимать, вот на каком вы свете и что вы видите от такого сравнения, к чему это вас как будто сподвигает? Есть ли такие работы? Делаются ли? Есть такие работы. Единственное, что они есть публичные и обычно есть сертификационные всякие организации, то есть, например, ну то есть, если ты, например, хочешь называться антивирусом, то тебе нужно ехать в Германию, в Гамбург, там есть институт, который выдает справки, что ты антивирус. И там же выдается, например, сравнение разных антивирусов и есть сертификационные лаборатории, которые сравнивают много-много вендоров. У нас даже более того, у нас есть цель, что мы должны быть все время в топ-3 по этому сравнению. Соответственно, если мы говорим про фиды, то есть, про потоки доменов, урлов и так далее для блокировки, они тоже производятся. И раз получается в год в каждую лабораторию сегментационную отгружаются разными вендорами и там строится, собственно говоря, как бы результат. То есть, в России это Ростест, например, регулярно делает и выдает такие бумаги, что там ты заблокировал 100%, ты заблокировал 120% и так далее. И, соответственно, цель есть, за что люди получают премии, например, это во всех тестах публичных нужно участвовать и в каждом тесте мы должны входить в топ-3. Полезно это? Да, полезно. Опять же, людям за это зарплату платят. Спасибо. Прозвучало ключевое слово искусственный интеллект. Мы, когда говорим о DNS-обьюзах, обычно в традициях Телдикон, в традициях секций по безопасности доменов Телдикона мы очень часто говорим о домене как о вещи в себе, о его технометриках, о его работе в системе DNS, но подходить к этому можно с разных сторон. И вот о следующем подходе я хочу попросить рассказать Александру Ульянову, это руководитель группы анализа данных в Яндексе и он будет рассказывать о механизмах выявления различных ресурсов в браузере Яндекса, который, я так понимаю, основан не только на доменах, но и на контенте во многом. Вот прошу рассказать немножко об этом. Добрый день, уважаемые коллеги. Михаил, спасибо за представление, спасибо за теплый прием, за возможность выступить. Сегодня я расскажу про то, как Яндекс.Браузер борется с фишингом. Фишинг серьезной угрозой наша задача защитить пользователей. Обсудим то, как мы выявляем фишинговые сайты и предупреждаем о них пользователях. Прежде чем перейти к техническим деталям, напомню, что такое фишинговый сайт. Это поддельный ресурс, маскирующийся под легитимный, чтобы выманить конфиденциальные пользователи, конфиденциальные данные пользователей или его деньги, используя методы социальной инженерии. Есть несколько категорий фишинговых сайтов. Наиболее популярные из них, по нашим данным, это сайты, связанные с инвестициями, голосованиями, авторизацией, мессенджеров, соцсетях, оплата на онлайн-сервисах, маркетплейсах, личный кабинет онлайн-банков, а также лотереи. Мы активно используем искусственный интеллект в нашей работе. Эти технологии помогают нам достичь высоких полноты точности и оперативности выявления фишинговых сайтов, проанализировать большой объем данных и выявить сложные закономерности. Модели обучаются на множестве признаков, и это позволяет находить новые измененные фишинговые сайты. Давайте посмотрим, как это работает на практике в нашем браузере. Мы интегрировали нейросети, алгоритмы градиентного бустинга. Две модели работают прямо в браузере. Мы берем заголовок, адрес, содержимое страницы, передаем их нейросети, она генерирует вектор признаков, так называемый embed. Мы его объединяем с другими признаками документа, передаем полученный вектор в модель градиентного бустинга. Получаем по ней предсказания. Если предсказание выше порога, отправляем данные на сервер. На сервере объединяем это с признаками сайта. Другая модель уточняет вердикт. Если предсказание выше порога, мы показываем уведомление пользователю о том, что перед ним возможно фишинговый сайт. Эта схема позволяет нам выявлять фишинг в реальном времени и показывать предупреждение до того, как сайт нанесет вред пользователю. Для наших обучения моделей мы используем разные источники данных, обрабатываем жалобы пользователей, обмениваемся вердиктами с партнерами, сделали специальную разметку обученными специалистами. Полученные фишинговые сайты аннотируем автоматически при помощи содержимого сайтов и поведенческих данных пользователей. Сбор данных самый сложный этап всего процесса. Сложность основная в том, что фишинговый сайт активен короткое время и за это время нужно его обнаружить и собрать данные для обучения. И также необходимо получить данные именно в том виде, в котором они показываются пользователю, потому что часто фишинговые сайты скрываются от роботов, дают показать страничку только один раз. С этим нужно бороться. Мы используем несколько моделей машинного обучения, в том числе нейросеть на базе архитектуры DSSM, для ее обучения используются десятки миллионов примеров. Чтобы получить десятки миллионов примеров, мы обучили большую языковую модель, которая может на меньшем количестве примеров получить знания. И уже размечая с помощью этой языковой модели большой набор данных для обучения более простой, но более быстрой модели DSSM, которую можно встроить браузер. Она использует, как говорилось, адрес заголовок содержимой страницы, преобразует их вектор признаков, который передается дальше в градиентный бустинг. Градиентный бустинг работает на векторах, это признаки документа и признаки сайта. Так, какие же признаки документа мы используем в дополнение к эмбэду нейросети, это наличие ключевых фишинговых фраз, мы анализируем HTML-код документа, извлекаем оттуда признаки о том, что есть внешние ссылки, скрипты, картинки других доменов, наличие форм ввода пароля данных карты или проверки кода. Также проверяем используется ли в имени сайта название известных компаний. Мы используем агрегированные признаки сайта на стороне сервера. Это данные о посещениях сайта из поисковой системы, данные о посетителях в браузере, были ли заходы на этот сайт напрямую через адресную строку, возвращались ли на него пользователи, время, которое пользователи проводили на сайте, уникальность текста, есть ли на сайте исходящий трафик или отказывает ли этот сайт роботам в скачивании своего контента. Кроме работы в реальном времени, у нас есть синхронный контур, который работает вне браузера, он позволяет применять более сложные модели, например, офлайн мы можем применить большую языковую модель, обогатить ее любыми доступными данными, и это позволяет нам принять решения по тем сайтам, по которым Яндекс Браузер не может принять решение. Фишинговые сайты начали противодействовать нашему методу, и чтобы не быть проанализированы и обнаруженными, говорят, что браузер не поддерживается, и советуют установить другой браузер, в котором нет нашей защиты. качество метода, точность по результатам нашего внутреннего тестирования 99,9, мы выявляем более полутора тысяч фишинговых сайтов ежедневно, показываем более двух миллионов предупреждений пользователям, по данным независимого исследования группы компаний Softline, настольная версия браузера обнаружила около 70 из новых фишинговых сайтов. Спасибо большое. У меня на самом деле целых два коротких вопроса. Первый это когда ты говорил про обучение, ты говорил в том числе об обменах вердиктами с партнерами. Это опять же некие источники данных, которые вы применяете для того, чтобы научить свою собственную нейронку что-то выявлять. Как вы относитесь, как вы подходите к выбору таких источников? Это такой сквозной вопрос, который сегодня всем задавался, но не могу его тоже обойти. Мы должны понимать, что это качественный источник данных, а второе, что это должен быть взаимовыгодный обмен. Как вы понимаете, что это качественный источник данных? Во-первых, мы перепроверяем все вердикты, мы напрямую их не используем. Смотрим, какая доля из вердиктов, которые приходят к нам от партнеров, нам известна. Например, если нам известно 99% вердиктов, этот поток нам не интересен, а если, например, 70 или 50, то поток интересен. Понятно, спасибо. И второй вопрос. Мы сегодня опять же тоже говорили про обогащение данных, про какое-то взаимное, и здесь было двое такие большие группы подходов. То есть это подход к анализу самого домена, его технометрик и каких-то характеристик, поведенческих характеристик. И вот, собственно, ты рассказал о подходе с анализом содержимого сайта, содержимой страницы и определенных признаков, которые там есть. Думали ли вы об... Ну, обогащение данных это, в принципе, процедура, которая призвана повысить достоверность первоначальной гипотезы о том, что тот или иной сайт или домен является зловредным. Думали ли вы о каком-то, может быть, кросс, так сказать, обогащении, когда ваш контентный подход дополняется, например, сведениями о поведенческих или технометрических характеристиках доменов именно, о которых, например, Руслан сегодня говорил. Эта информация очень интересная. Какие-то технические данные мы скачиваем, добавляем ее в модель, в оффлайн-контуре, анализируем, насколько эти признаки дают вес финальный вердикт. То есть, теоретически, это полезный источник данных. Понятно. Спасибо большое. Спасибо нашим спикерам. У нас, да, будет время вопросов и реплик. Я знаю, что реплика есть у Максима Альзобе. Пожалуйста, микрофон. Максим Альзобе, реестр Москва, точка Москва. Вопрос следующий ко всем паналистам. Используете ли вы какой-то свой стандарт или пытаетесь использовать чужой на тему передачи информации об инциденте? То есть, условно, если принимать во внимание, что ваши сигналы будут приниматься либо такими же организациями, либо схожими, либо теми, кто выносит какие-то действия реальные, да, там, хостеры, реестры, регистраторы, то последние три категории, они единственные, кто отвечает деньгами за то, что происходит. Именно поэтому они всегда просят доказательства какие-нибудь. И, соответственно, используете ли какой-нибудь стандарт, который был бы условно какой-то абстрактный номер инцидента, дата инцидента, тип источника, там, свой, доверенный, вероятно доверенный, из кода взято, да, и какие-то там в виде метаданных свободных, не знаю, URL, какой-нибудь скриншот, какой-нибудь отрезок кода, какой-нибудь хэш-кода, который говорит о том, что вот если вы увидите похожее, то это даст больше понимания. То есть кратко используете ли вы какой-то внутренний стандарт, пытаетесь ли примкнуть, или, может быть, пытаетесь организовать какой-то общеиндустриальный. Потому что наличие такого стандарта упростит жизнь вашим организациям и в том числе организациям, которые принимают решения окончательные. Спасибо. Я, если позволишь, чуть-чуть дополню твой вопрос, потому что очень сильно коррелирует с тем, как я начал секцию, рассказывая о практических применениях. Потому что, грубо говоря, на наш комплаенс очень часто валятся вот эти вот споры между теми, кто заявляет и определяет домены регистраторами, которые не очень хотят или не могут этому следовать. И поэтому как бы вопрос о неких стандартах подачи этих доказательств возникает довольно часто. Многими он считается довольно утопичными, но вопрос очень закономерный. Я скажу, сегодня уже соответственно поговорили про индикаторы компрометации, то есть там по хэши, имена файлов, контрольные суммы, IP-адреса, домены, дата, время. Это индикаторы компрометации, они обмениваются постоянно. Там нету никаких персональных данных, можешь совершенно спокойно их обмениваться. Они есть в стандарте стикс, например. То есть уже у тебя готовый документ, готовый шаблон, очень похож на JSON по сути, куда это все вносится. Там же есть в этом стандарте, например, приведение к единому, к нормализации URL, что у тебя URL мог быть в разном стандарте, соответственно, нужно его привести к маленькому регистру, убрать процент 20, например, и так далее. И ими, как раз этими индикаторами постоянно обмениваются. Что касается доказательства, то еще разок, текстовый файл доказательством не является. то есть у тебя все время должна быть какая-то картинка, которую можно, не знаю, пойти к нотариусу и нотариально заверить, что заходя на такой-то сайт, ты видишь такую картинку. И вот обычно, именно обеспечение доказательств, которые делаются у нотариуса, оно все равно происходит в виде картинки, в виде скриншота и придает вот этим данным, которые находятся в возникаторах компрометации, вес. После этого спорить с нотариусом бесполезно. Просто это достаточный уровень доказательства. Итого, стандарт есть, называется STIX, там находятся все индикаторы компрометации, плюс к нему это скриншоты. Спасибо. Кто-нибудь хочет дополнить? Да, у нас похожая история. Если говорить при Республике Беларусь, у нас, опять же, регулятор определил технические характеристики, которые при заведении киберинцидента должны быть указаны. То есть, они либо передаются, к примеру, если какой-то абьюз, там кто-то о чем-то сообщает, они передаются, либо, к примеру, если мы часть чего-то получили, дальше мы уже сами должны найти эти все характеристики, параметры, заполнить их, зарегистрировать инцидент. Там есть, опять же, есть уникальный идентификатор какой-то, сетевые адреса, URL-ы, доменные имена, адрес электронной почты, хэши различные. Ну, в общем, да, то, про что, в принципе, говорил коллега. Но у нас прям перечень этот определен, он есть. То есть, больше можно, меньше нельзя. Потом регулятор спросит, а где, почему они нашли и не переслали. Ну, вот у нас так в Беларуси. Руслан, Александр, хотите что-нибудь добавить? У нас похожая ситуация. С регулятором определили там определенную форму в случае обнаружения какого-то, например, того же фишинга. Мы зачастую, ну, мы скорее никогда не ссылаемся, если нам кто-то прислал, будет не совсем правильно, потому что регулятор нам доверяет, а не какому-то третьему лицу, который нам прислал. И если мы оповещаем регулятор о каком-то инциденте, там, фишинговой атаке и так далее, мы, ну, от своего лица это делаем и определенный там набор полей, там, скриншоты и так далее, мы это прикладываем. Плюс у нас есть там в личном кабинете, так сказать, админка, да, у регулятора в AppTotemy и там у него также подсвечиваются нарушения, которые есть и по каждому типу нарушений, там определенный набор полей, он, собственно, обозначен. Ну, вот так вот передаем информацию. Ответили на этот вопрос? А у меня, кстати, есть вопрос к тебе, в свою очередь. Нет, никаких провокаций. Просто сегодня, именно причем, именно как представитель ICAN аккредитованного регистратора, потому что, ну, чуть-чуть разнятся правила и там принципы работы. Сегодня просто вот в выступлении Александра и Сергея, например, была такая мысль, что там и необходимым и достаточным условием для того, чтобы убедиться, что у нас, например, на каком-нибудь месте есть фишинг, это наличие там формы, там, не знаю, ввода логина пароля, логотипа какого-то другой организации и, соответственно, домен, который с этой организацией не совпадает. Ну, например, вот как ты думаешь, это просто, да, вот оценка какая-то с потолка, вам, как регистратору, а к анкредитованному регистратору такого сообщения было бы достаточно, чтобы согласиться и принять решение о том, что домен нужно, там, не знаю, снять с диригирования? Ну, у нас есть регистраторы и у нас есть реестры. И там, и там всегда требуется дополнительная проверка. Почему? Потому что никто не мешает, взломав кусок кода, выложить скриншот, который будет полностью совпадать с тем, что вы видите на фишинговом сайте. Никто не мешает взломать большую страничку или, например, условно, социальная сеть, и кто-то из клиентов ее делает какую-то гадость. Это не служит причиной для того, чтобы убить домен всей этой социальной сети. То есть здесь очень аккуратно надо понимать. Надо понимать, что инциденты бывают просто решаемые, когда условные низкоквалифицированные безобразники делают какую-то простую пакость, которая, может быть, принесет им немножко денег. Обычно они делают это кое-как, следы, совпадения по шаблонам, те же самые сайты-заготовки, когда берут домен, регистрируют кучку, и совершенно случайно у всех доменов надпись «домен suspended» с одинаковым дизайном. Это говорит сразу о том, что там будет плохо, там нет плохо, но будет. И, соответственно, каждый раз, так как нарушается контракт по оказанию услуг между регистратором и регистрантом или между реестром и регистратором, то каждый раз нужно делать решение. Это решение практически юридическое, потому что вы своим действием несете какие-то последствия, которые могут прийти к вам из суда. То же самое для хостинга. Поэтому помимо того, какая угроза, надо еще оценивать побочный ущерб. Если вы видите, что побочный ущерб неприемлем, условно, кто-то взломал сайт пожарной команды и выложил там какую-то маленькую бяку. Упаси вас Бог что-нибудь сделать с доменом пожарной инспекции. Спасибо. Понятно. Спасибо большое. Но вот на самом деле такого типа споры падают в наш комплайнс, когда есть совершенно разная картина мира и абсолютно оправданная у регистратора и у тех, кто занимается определением. Мы начали позже. Мы у нас и, соответственно, позже закончим. У нас есть еще, наверное, время на 3-4 вопроса. Да, вот давайте, наверное, сначала вы, потом Вадим. Всем спасибо за доклад. Представляйтесь и кому вопрос. Вопрос будет всем. Дмитрий Моряков, ВК. Вопрос на самом деле общий. Он касается клоакинга. То есть, как вы с этим работаете? Потому что эта проблема сейчас насущная и, соответственно, ну, по крайней мере, мы у себя сталкиваемся с большим процентом клоакинга. Я также понимаю, что все обкачивают так или иначе урлы, все домены прячутся. Я так понимаю, Яндекс с этой проблемой сталкивается постоянно, судя по улыбке. Так что давайте, может быть, вопросы сможете ответить. В любом порядке, кто чувствует в себе силы ответить, мы рассказывали про браузер, лакинг это проблема поисковая, когда роботу отдается один контент пользователю другой. Мы обрабатываем пользовательские жалобы, мы анализируем поведение пользователя после посещения поисковой системы. Если, например, там отдается другой контент, у него факторы меняются и сайт уходит. Но это серьезная проблема клоакинга. Не до конца решенная. То есть напрямую вы сами не проверяете, то есть только пользовательский запрос. И почему мы можем скачать разными способами, определить, что сайт отдает разный контент роботу или пользователю. Хорошо, да, спасибо. Коллеги, может у вас есть что дополнить? Кто-нибудь хочет что-нибудь дополнить? ну, наверное, все. То есть вот ответ получил. Вечером поговорим. Хорошо. Вадим, пожалуйста. Вадим Михайлов, Координационный центр. У меня вопрос к Сергею. Ты упомянул, что за 2023 год в пять раз подскочило количество вредоносных доменов в зоне нашей РУ. Хотел спросить, а делали ли какой-то более глубокий анализ, с чем это связано? То есть это какая-то геополитическая история, появление какого-то нового вектора атаки или там возможно там у мошенников появился какой-то новый или это вообще общий тренд, что все сейчас растет экспоненциально во всем мире? Нет, он связан с геополитикой точно и более того это с таргетированными с очень таргетированными рассылками. То есть когда у меня в презентации там был логин Майкрософта, да, соответственно, в виде пароль, там прикол был в том, что короче, приходит фишинговое письмо, хакерок знает, куда это письмо улетело, он знает адрес, к кому он послал это письмо, поэтому, например, при посещении ссылкой он даже не спрашивает и там почту, там авторизация по почте, соответственно, запроса почты нету, там сразу пароль спрашивают. Соответственно, хакерок знает, кому в какую организацию он послал, он знает, какие айпишники в этой организации и, соответственно, только с этих айпишников ты вообще можешь получить контент этого сайта. То есть, со стороны там роботом каким-то краулером ты вообще это не получишь. Более того, соответственно, злоумышленник знает, то есть сервак, откуда он шлет почтовый, то есть, например, экшенж это будет и заголовки, которые должны прийти к нему на фишинговый сайт, должны быть точно там, типа, либо аутлуковские, либо там браузеры под виндой. То есть, если ты там придешь к тем же самым вегетам или курном, ты вообще ничего не увидишь. То есть, там такая защита-защита. Поэтому именно количество таких вот доменов, именно таргетированных, которые нацелены в интересах одного государства, и оно значительно подскочило. Глобальная тенденция увеличения как раз фишингов, доменов, она есть, но не настолько драматическая. То есть, там нету такого, как вот там роста экономики Рунета, да, вот такой вчера график показывали. Вот такого, вот, соответственно, вот в Рунете есть такая же полоса использования вредоносных доменов. В мире оно растет потихонечку, то же самое, как все IT растет. Но драматизм вот у нас уже второй год такой. Понял. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, реплики, комментарии. Хорошо, тогда спасибо большое нашим спикерам. А, Ольга. Я еще хотела спросить у Александра. Там была цифра полторы тысячи фишинговых доменов в сутки. Оповещений, по-моему, сайтов. Сайтов фишинговых. А в каких доменных зонах? Сколько там RU, RF и сколько GTLD, например, если есть информация? В RU 10% из этих, то есть 150. Уже лучше. Спасибо большое нашим спикерам. Я когда собственно собирал секцию, я думал о том, что возможно у нас получится привести к некому единому политическому полю не только экспертов между собой, но и экспертов с регистраторами. Не всегда получается, конечно, но значит у нас будет еще много хороших тем для будущих телодеконов. Спасибо большое вам за доклады и вам за участие. Через 15 минут мы встречаемся здесь же после кофе для продолжения большого глоба по кибербезопасности, который будет называться прикладной кибербез. Да. Объявляется перерыв до 12 часов. Спонсор перерыва кофе, булочек и всего прочего. Спасибо.